Его надо заполнить В 1988 году Организация Объединенных Наций создает специальную международную группу, в которую входят сотни экспертов из десятка разных стран. Их главной задачей становится исследование климатических изменений, то самое громкоговорящее глобальное потепление. За 30 лет их работа становится все актуальнее даже для обычного обывателя, который заметил, как в его регионе меняется погода. Все чаще происходит аномальная жара, частые ливни или лесные пожары, наводнения, засухи и ураганы. Раз в 7 лет этот интеллектуальный десант публикует глобальные отчеты по здоровью нашей матери Земли. Притом не только текущего состояния здоровья, но и прошлого. С каждым днем технического прогресса совершенствуются возможности моделирования сложных объектов, даже таких, как планета Земля. Поэтому с каждым годом становится все яснее, какой была природа сотни лет назад. Какой темп изменения у нее сейчас и к чему текущий темп может привести в будущем. А также становится яснее, кто ответственен за возникновение ада на Земле и какой уровень углеродного бюджета у нас остался. В этом месяце, спустя 7 лет, выходит первая часть глобального отчета, состоящая из 4000 страниц под названием «Физическое научное обоснование». 234 автора из 66 стран проанализировали более 14000 работ, на основе которых составили сложные математические модели, чтобы ответить на вопрос. В каком месте мы сейчас находимся и сколько времени у нас осталось? В этом выпуске вы очень часто услышите такие слова, как математические модели. Так уж получилось, что сейчас многие процессы можно протестировать. И вы можете этому научиться. Помните Skyeng? Так вот, ребята применили весь накопленный опыт и открыли онлайн-университет SkyPro, где обучают актуальной профессии QA-тестировщик. В мире IT она считается самой доступной для изучения. Ее активно изучают уже как мужчины, так и женщины. Практически все бизнесы сейчас создают свои приложения, и им, как и сайтам, требуется тестирование, которое проверяет их забагованность, чтобы избежать потери юзера. Поэтому уже сейчас на HeadHunter под 9000 вакансий тестировщиков, где Junu готовы платить от 60 000 рублей и больше. И ты не ограничен в вакансиях, потому что можешь работать удаленно. SkyPro готов вас обучить профессии и помочь с трудоустройством. 9 месяцев по 4 часа в неделю, крутые наставники и поддержка, возможность учиться в любом месте через их приложение, а по окончанию курса реализуете в портфолио 6 проектов. Кстати, SkyPro имеет гослицензию, и вы сможете потом вернуть 13% за обучение. Переходи по ссылке в описании, используй промокод MYGAP и получи от меня дополнительную скидку 10%. А мы переходим к докладу ООН. Когда ты проводишь какое-либо сравнение, будь то собственный вес или новую тачку друга, всегда важно определить точку отсчёта. Иными словами, что с чем сравнивать. Если с лишним весом и завистью к другу всё понятно, то в нашем случае объект исследования чуть сложнее. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ Для начала, что это такое, и существует ли оно вообще, а то потрогать-то его нельзя. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ Это повышение температуры по всей планете Земля. И вот главный вопрос. Насколько это повышение и относительно чего? Итак, за точку отсчёта берётся так называемый прединдустриальный период. Точную дату, конечно, никто назвать не может. Когда индустриальный период начался, поэтому берут период 1850-1900-х годов как базовый и смотрят, как повышалась температура по нынешний день. И вот устойчивое нагревание начало происходить где-то с 1950 года, то есть всего 70 лет назад. И на текущий момент Земля нагрелась на 1,1 градуса Цельсия. Кстати, обратите внимание. Тут вы видите два графика. Первый – это результаты обычных замеров температуры за этот период. А второй – это значения из математической модели экспертов. И, как видите, модель впечатляет своей точностью. Но вас, наверное, не особо впечатляет, что сейчас мы имеем самую высокую температуру за последние 170 лет. Но тут же, в докладе, показывают модель изменения температуры от Рождества Христова. И это выглядит уже внушительнее, когда 1900 лет природа была в относительном спокойствии, а потом хоп – и нагрелась. Более того, мы побили рекорд температур и за последние сотню тысяч лет. Сравнивается с точкой, которая возникла 6,5 тысяч лет назад в эпоху Голоцена. Температура Земли повысилась на 1 градус. А сейчас мы уже готовимся повысить рекорд 125-ти тысячелетней давности. Так что вроде бы да. Обычному жителю кажется незначительным эти маленькие цифры. 1 градус – что это такое? Вот ладно, если 15, я бы почувствовал. Но не все нужно оценивать с высоты собственного опыта. Я думаю, 100-тысячелетние рекорды и внимание ООН к этой теме возникли не с пустого места. А мы ведь только начинаем разматывать клубок надвигающейся катастрофы. Хотя, куда нам спешить? Ведь у нас впереди еще столько времени. Верно? Да и потом. Кто виновен в рекордных показателях температуры? Ну, не человек же. Ведь вы вулканы видели? Какой он здоровый, горячий, там лава течет. А человек-то что? Он вот маленький какой. Ну, не могут же комментаторы в интернете ошибаться. Ну, я не знаю, какие модели использовали комментаторы, но вот авторы доклада считают иначе. Еще семь лет назад. В пятом докладе авторы писали. Влияние человека на климатическую систему очевидно. А недавние антропогенные выбросы парниковых газов являются самыми высокими в истории. Недавние изменения климата повлекли за собой широкомасштабные последствия человеческие и естественные системы. Спустя семь лет, обновив свои модели, выводы стали более категоричными. Однозначно, именно влияние человека согрело атмосферу, океан и сушу. Произошли широкомасштабные и быстрые изменения в атмосфере, океане, криосфере и биосфере. Кстати, помните этот график? С изменением температуры с начала индустриализации. Так вот, ученые смоделировали, как бы протекало глобальное потепление без человека. А только под влиянием солнца и тех здоровенных вулканов. Как вы видите, никак. Влияние факторов натуральной природы около нуля. Ну, это по мнению ученых, конечно. Вот и получается, что к текущему моменту человек нагрел землю на 1,1 градуса. И это уже неприятно, так как вызывает более частые волны жары. Волны жары – это не просто жаркий день, а когда в конкретном регионе держится температура близкая к максимальным на протяжении от 5 дней. То есть это довольно заметный период, как для обычного жителя, превращающегося в потную сардельку даже ночью, так и для городских служб. Потому что под ударом может оказаться и инфраструктура, как, например, когда пару месяцев назад аномальная жара пришла в США и Канаду. Там зафиксированы случаи оплавления кабелей и вспучивания асфальта. Ну, хоть дети радовались и готовили яичницу на асфальте. Помимо известных вещей, оказывается, что иногда жару записывают под причину смерти. Также вы уже догадываетесь, что во время волны жары увеличивается вероятность лесных пожаров. И по несчастному обстоятельству в последнее время мы прям захлебываемся такими новостями. Прям вот недавно прошли или еще идут пожары в США, Греции, Якутии, Италии и Турции. И просто для примера, если посмотреть на температуру Анталии в июле, то в среднем высокой температурой считается уровень 35 градусов. Но вот в июле 2021 года около 20 дней была температура выше и значительно выше, чем привычная жара. Или Италия. Как только 11 августа метеостанция в Сицилии зафиксировала рекордную температуру для своего региона 48,8 градусов по Цельсию, на следующий день в округе, по несчастливому обстоятельству, произошли пожары. Понятно, что дело не только в глобальном потеплении. Существуют еще человеческие факторы, типа там пошел бросил спичку. Но все-таки повышенная температура увеличивает вероятность негативного исхода. А искусственные пожары, маскирующие незаконные вырубки, думаю, что это все-таки не общемировая практика. В той же Турции возникло 270 очагов в 53 провинциях. Так о чем-то я... Ах да, волны жары. В исследовании ООН также ставили вопрос, как часто эти волны будут приходить. За базу взяли волны жары, приходящие раз в 50 лет. Так вот, прямо сейчас, при общем нагреве Земли на 1 градус, частота таких волн увеличилась в 5 раз. То есть те вспышки, которые возникали раз в 50 лет, уже сейчас возникают раз в 10. Более того, температура этих вспышек тоже повысилась. И теперь вишенка на торте. Это сейчас средняя температура 1 градус, но она может возрасти до 1,5-2,4. И вот повышение вроде на каких-то 4 градуса уже обеспечивает ад на Земле. Где возникают волны жары практически каждый год. И такая же не очень радостная картина по другим неприятностям, типа наводнений и засухи. Где логика одна. Чем больше средний нагрев Земли, тем чаще приходят волны жары, наступают наводнения и приходит засуха. Ух, если добавить к этому всему еще эволюцию разных вирусов, рост количества населения, возрастающее неравенство в доходах и образовании. Какое прекрасное будущее нас ждет. Но главный вопрос. Сколько нам осталось? На данном этапе этого видео вы уже чуть серьезнее относитесь к таким значениям, как повышение температуры Земли на 1 градус. А ученые мира сего спрогнозировали, сколько нам осталось. Только вот это вот сколько зависит не от конкретного времени, а от другого показателя. Выбросов диоксида углерода. Он же углекислый газ. Дело в том, что за последние 200 лет человек был причиной попадания в атмосферу углекислого газа примерно в объеме 2,4 триллиона тонн. Но ученые понимают, что суперточные значения тут невозможны, по крайней мере пока, и допускают погрешность примерно в 10%. Как вы помните, сейчас мы разогрели Землю на 1,1 градус, а следующая целевая отметка это 1,5 градуса. И вот вопрос, когда мы ее преодолеем? Тут ученые вводят еще одно понятие. Углеродный бюджет. По сути, это тот объем углекислого газа, который нам осталось выпустить в атмосферу, чтобы достичь целевых показателей. И вот для нагревания Земли до 1,5 градусов нам осталась... Барабанная дробь! 400 миллиардов тонн углекислого газа. Учитывая, что каждый год мы выделяем 40 миллиардов тонн, то нехитрыми подсчетами у нас осталось где-то 10 лет до выхода на новые климатические условия. И как вы понимаете, наш будущий мир будет определен исключительно уровнем выделяемого СО2. И способностью изымать его из атмосферы, но об этом позже. Логика здесь проста и прямолинейна. Больше выбросов, больше температуры, больше нагрев земли, больше волн жары, наводнений и засухи, изменений ландшафта, ледников, мерзлоты, уровня океана, его pH-баланса и много чего еще. У нас этот выпуск первый по теме экологии. И если вам интересно поподробнее, что же происходит с нашей природой-матушкой, то пишите комменты. Вы знаете, мы читаем. И увидев интерес, сделаем еще. А ученые, конечно, подготовили 5 сценариев, в которых зависит все от изменений температуры. От офигеть оптимистичных до не очень. Самое забавное, что во всех вариантах мы достигнем рубежа в полтора градуса. На экране вы видите эти изменения температур. Вот здесь самый оптимистичный достигается, если вся планета переходит к нулевой углеродности в 2030-м. В этом случае где-то с 40-х годов планета начнет охлаждаться, а воплощение фильма «Послезавтра» в реальность отодвинется. Самый худший сценарий, где мы забиваем и разогреваем Землю на 4 градуса уже к 2080-му. А там, ну, вы помните? Волны жары каждый год, наводнения, засухи. Вот это вот вся красота. Ну, что я могу сказать? Хотелось бы, конечно, поверить, что все эти сотни ученых из 60 стран мира были куплены адептами зеленой энергетики. Да и вообще, они все врут. Но вот в некоторых регионах достаточно выглянуть в окно, чтобы понять, что природе чего-то поплохело. Ну, будем наблюдать, дорогие друзья. А мы благодарим тех, кто внес вклад в этот выпуск. Наших поддержаторов на Ютубе и Патреоне. Всех гэпников, героев, консулов, верховных магистров и иллюминатов нашего ордена Верштейна и Батраза Албегова. Следите внимательнее за своими бюджетами и температурами. Подписывайтесь на колокольчик, чтобы быть в курсе. Ставьте подписку и увидимся на следующей встрече. Субтитры сделал DimaTorzok